Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу в этом небольшом видео дать совет, что можно сделать с остатками бобровой железы после того, как вы сделали настоечку, настоечка настоялась, и вот получается вот такая вот фракция. Кусочки бобровой железы остаются, многие их выбрасывают. Что можно с ними сделать? Ну, повторно заливать и делать настойку смысла никакого нет. Толку от нее вообще никакого не будет. Эффекта не ждите никакого. Все, она свое отработала, спирт забрал из этих желез все всю пользу, и больше из них выжить ничего нельзя. Вот я процедил. Получилась вот такая вот баночка настойки на бобровой железе. Что можно с ними сделать, чтобы не выбрасывать? Если вы рыболов, увлекаетесь поплавочной ловлей, фидерной можно использовать ее как добавку в прикормку. Очень хорошее средство. Ее нужно высушить, мелко измельчить и понемножку добавлять в замес прикормки. Очень эффективное средство. Много друзей у меня знакомых, кто увлекается фидерной ловлей. Вот я им отдаю. Они ее используют. Клев рыбы бешеный. Вот с применением вот таких остатков бобровой струи. Так что, друзья, используйте. Дары природы не выбрасывайте. Вот что можно сделать из этой оставшейся фракции. Также, друзья, есть в наличии вяленая бобровая железа. Кому интересно, пишите, звоните. Хочу обратиться к охотникам, кто занимается капканным промыслом, ловит бобров. Могу помочь с реализацией вяленой бобровой железы. Пишите, звоните. Дам контакты людей, которые скупают оптом бобровую железу. Всем вам, друзья, удачных охот, хороших рыбалок. Ни пуха, ни пера, ни хвоста, ни чешуи. Всем здоровья. Всем пока.